Здравствуйте, я Владимир Антохин, в эфире программа Мы и наука. Мы и наука, и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Здравствуйте, я Екатерина Шугаева. Через 10 лет мы проиграем войну бактериям. Прям очень скептично ты настроена. Нет, я, ну да, увы, к сожалению, даже я, хоть и скептик обычно, но начинаю в это верить. Ну вот, я поэтому пригласил экспертов, которые считают, что через 10 лет мы действительно проиграем войну бактериям. Это Александр Панчин, биолог. Добрый вечер. Добрый вечер. И Оксана Свитич, иммунолог, вакцинолог. Ну, по традиции будем называть их оптимистами, хотя вот я сам уже хочу их скептиками назвать, да. Добрый вечер. Ну, у меня по традиции в гостях скептики. Это Марат Загедулов, исследователь, предприниматель. Добрый вечер. Добрый вечер, Катя. Коротко о бактериях расскажет наш эксперт профессор Капустин. Бактерии появились на Земле задолго до появления Homo sapiens и будут продолжать жить и после нас. Бактерии встречаются в горячих источниках, в сернокислотных озерах. Они прекрасно чувствуют себя на радиоактивных материалах. Слово «бактерия» переводится как «палочка», потому что такие палочки впервые увидел под микроскопом ученый Левенгук. Бактерии окружают нас со всех сторон. Только на нашем теле благоденствуют триллионы особей. Ну, больше всего их, конечно, в кишечнике. Увы, но многие бактерии очень опасны для человека. Чума и холера, сифилис, туберкулез – все это болезни бактериальные. Но с другой стороны, с помощью бактерий можно ликвидировать разливы нефти, можно добывать золото. Не было бы бактерий, мы никогда бы не смогли полакомиться сырами и йогуртами. Словом, человечество – это лишь крошечная группа существ в огромном царстве бактерий. Так хочется надеяться, что мы хотя бы хоть и крошечные, но умнее. Но самое умное, ну, по крайней мере, точно красивое. Ладно, я понял. Но у меня к тебе пока личный вопрос. Давай. Ну, я-то еще с советских времен, ну, в отличие от тебя, помню лозунг «моете руки перед едой», ты его просто не застала. А ты моешь руки? Зачет. Ну, даже хоть немного оптимизма в эту программу. Слушай, я на самом деле, не знаю, может, меня в детстве не учили, но я как-то манкирую часто этот лозунг «не так часто мою руки», а самое главное, я никогда детям не говорю «помойте руки». Не знаю, у меня почему-то есть какая-то уверенность, что… На тебе вот антисептик тогда, а потом крем для рук. Вот этим я вообще не пользуюсь, вообще, даже, мне кажется, ни разу, и всем даже детям запрещаю. А ты все-таки моешь, да? Ну, да, я приучен, да. Александр Юрьевич, а как и когда появились бактерии вообще на нашей планете? А самое главное… Ладно, как и когда появились, как они распространились. Распространились, ну, слушай, ну, сейчас-то очень просто. Вот у нас есть даже… Главный разносчик. Да, голубей называют даже крысы с крыльями, потому что разносят и бактерии, и вирусы, вот, направо-налево. А раньше-то как это все было? Ну, начнем с того, что действительно уже 3,5 миллиарда лет назад у нас есть прямые подтверждения существования как бактерий, так и еще одной группы одноклеточных организмов, которые называются археи. Археи же были первые, да? Ну, сложно, на самом деле, точно сказать. По-видимому, вот надо разделить, да, вот мы с вами вместе с растениями и грибами – это эукариоты. Эукариоты – это те, у кого есть ядро в клетках. А есть прокариоты, у которых ядра нет. И вот там есть бактерии и археи. Мы сами своей ядерной ДНК. По-видимому, ближе к археям. А наши метахондры, такие внутриклеточные органеллы, которые занимаются производством энергии, дыханием, много чего делают. Я немножко упрощаю, но они, по-видимому, имеют бактериальное происхождение. То есть мы являемся продуктом такого симбиоза двух групп одноклеточных организмов, которые существовали, по-видимому, уже 3,5 миллиарда лет назад. И те группы, которые жили тогда, жизнь, может быть, появилась еще раньше. Это просто самые древние такие прямые, хорошо изученные доказательства. Уже были и археи… Откопали свидетелей, в общем. В общем, ископаемые, которые анализировались на состав, на очень сложный процесс изучения того, доказать, кто там был, как он жил. Есть про это очень интересные научные публикации. Но, по-видимому, уже тогда, 3,5 миллиарда лет назад, были бактерии, способные усваивать энергию солнечного света. Были археи, способные производить метан. Были и бактерии, способные метан, наоборот, использовать. И, в общем, была разнообразная жизнь. И вопрос о том, как появилась жизнь, да, это вопрос, ну, выходит за рамки нашей передачи. А есть много гипотез о том, как жизнь появилась, как из неорганической появилась органика, как из органики появилась, как эволюция появилась ещё до того, как появилась клеточная жизнь, что есть эволюция химических молекул. Ну, а дальше, когда у вас появляются бактерии, они, да, могут распространяться любым простым способом, как по воде, так и по воздуху. Хорошо. Можно вопрос от блондинки? Ну, тебе можно всё. Оксана Анатольевна, несмотря на, казалось бы, уже тысячи раз об этом говорили, давайте ещё раз. Тысяча первой. Да, да. Вирусы и бактерии – это одно и то же или разные вещи? Катя, дорогие друзья, давайте я вам нарисую, в чём разница. Давайте. И всех в очередной раз попросим запомнить навсегда эту картинку. Смотрите, у нас есть разные формы жизни. Есть клеточная форма жизни. Вот у нас, допустим... О, спасибо. Да? Форма жизни. Есть клеточная, и мы о ней с вами говорили. Это эукариотические клетки, правильно? Это грибы простейшие мы с вами эукариоты. У которых есть ядро. Да. Вот у нас как клеточка с ядром. А есть прокариотические формы. Это бактерия. Вот она с хвостиком, с нуклеиновой кислотой. Все клеточные формы жизни способны сами себя воспроизводить. Они имеют определённый тип строения. То бишь мы просто делимся, правильно я понимаю? Мы и делимся, и воспроизводимся, и клетки сами себя поддерживают. Вот. Мы существуем. Я никогда не знала, что у бактерий, оказывается, нет ядра. Нету. Это для меня открытие. Прокариоты. Вот. А есть неклеточные формы жизни, и к ним относятся вирусы. Они имеют другое строение. Тоже нуклеиновая кислота, тоже белковая оболочка. Но сами себя воспроизводить они не могут. Также к неклеточным формам жизни мы можем отнести прионы. Это вообще белок. Вот сам по себе белок. Но это немножко другая история. В организме и вызывает массу заболеваний. Так же, как и вирусы. То есть вирусы, прионы и ряд других неклеточных форм могут вызывать. Но это патогены, которые облигатны. То есть они зависят от наших клеток. Они зависят. А бактериальные клетки, они могут существовать автономно, независимо. И поэтому они могут быть симбионтами, с нами дружить. Об этом тоже мы говорили. Вот на вирусы по одному, а на бактериальные клетки по другому развиваются иммунные механизмы. Это связано именно с их особенностью. Понятно. Но вообще на самом деле, Володя, скажи уже, по рисунку понятно. Мы на одной чаше весов. И тут на самом деле не зря такой рисунок. Тут на самом деле непонятно, кто сильнее, кто умнее. А вирусы совсем на другой. Да. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Давайте ненадолго прервемся. Реклама на НТВ. В эфире программа «Мы наука». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет мы проиграем войну бактериям. Мы это выясним, потому что в конце программы наши гости, оптимисты и скептики сделают прогноз. С какой вероятностью через 10 лет мы действительно проиграем войну бактериям. И, между прочим, верит в это наш эксперт, профессор Капустин. Уже сегодня можно сказать, что бактерии поставили перед собой задачу освободить планету от многих приматов класса млекопитающих. Мы проиграем войну. Мы проиграем войну с резистентными инфекциями. А распространение устойчивых к лекарствам бактерий – это вообще страшнее, чем терроризм. Ежегодно бактерии уносят миллионы человек. Причиной такой ситуации является отсутствие новых антибиотиков. И самое главное – мы, в общем, неправильно используем те антибиотики, которые у нас есть сегодня. За последние 40 лет новых классов антибиотиков совершенно не появилось. Опасность составляет широкое использование антибиотиков в животноводстве. Там они используются для того, чтобы увеличивать рост животных. И заодно они увеличивают резистентность. И уже сегодня развитие супербактерий – это похоже на сход снежной лавины. А это значит, что порез пальца скоро станет смертельным. Пересадка органов гарантированно вас убьет. А роды снова станут смертельным, опасным событием в жизни женщин. И по прогнозу, через 30 лет бактерии будут убивать не менее 10 миллионов человек в год. Сергей Львович, вот прогноз звучит ужасающе. О том, что да, действительно, видимо, бактерии нам мешают жить. С другой стороны, я больше всего люблю кефир. Вот тот самый особенно. И, конечно же, понимаю, что есть ситуации, когда бактерии нам помогают. Так все-таки мы друзья или враги? Ну, знаете, на самом деле, вот картиночка, которая была нарисована, она показала, что мы находимся на одном уровне, как бы, с бактериями. Честно говоря, я считаю, что и с вирусами тоже. Что, на самом деле, никто никому войны не объявляет. И войны никакой не может быть. Мы все жители планеты Земля и живем на одной поверхности, вместе, дружно. Они живут в кефире, они живут в нас, они живут вокруг всего, в каждом живом, на каждом живом существе, и на наших руках, и всюду-всюду. Поэтому, в терминах борьбы, войны, еще что-то, это сражаться с ветряными мельницами. Но они же нам иногда мешают или мы им мешаем? Никто никому не мешает. На самом деле существует баланс, некий баланс. Вот сейчас баланс явно в пользу человечества, потому что количество людей на планете стало 7,5 миллиардов. Исключительно. Почему? Потому что, на самом деле, мы научились эффективно бороться с бактериями. С одной стороны, бороться с инфекциями, в основном массовыми инфекциями, которые поражали, в том числе, бактериальными инфекциями. С другой стороны, мы научились использовать свойства бактерий и их модификации для того, чтобы производить лекарства, для того, чтобы повышать производительность нашего труда, сельского хозяйства, сохранять лучше продукты питания, изготовлять прекрасные продукты питания, за которые даже вручались Нобелевские премии, по крайней мере, близкие к этим продукты. То есть, на самом деле, мы живем в полном согласии с миром бактерий. Другое дело, что для того, чтобы они уж не очень своевольничали внутри нас, мы придумываем новые лекарства, новые антибиотики, либо аналоги антибиотиков. На самом деле, ведь можно использовать антибиотики, а можно использовать и тех, кто может убить бактерии не антибиотической природы. Это, например, все самые вирусы бактерий, бактериофаги. Это достаточно интересное направление. Но мы к этому перейдем еще. Хорошо. Про будущее мы еще поговорим. Хорошо. Марат Фаридович, ну хорошо, вот, допустим, бактерии внутри нас иногда нам мешают, хотя, наверное, наполовину они нам как раз помогают. А вообще, где живут бактерии? Сколько их? Вот мы уже сегодня много раз повторили, что нас 8 миллиардов. А их сколько? Вы знаете, их гораздо больше. 30 триллионов клеток живых существует в организме. Возьмут число. В каждом отдельно взятом организме, да. И 39 триллионов бактериальных клеток каждый человек, в среднем 70-килограммовый человек, носит на себе или в себе и в совокупности. Общая масса бактерий составляет, наверное, около 70 миллиардов тонн. Это примерно, да, как вес Луны. Интересно, что это? Гораздо больше. Больше, побольше, поболее будет. Поболее будет. Если вот Сергей Львович упомянул бактериофаги, бактериофагов, общее количество бактериофагов, это около миллиарда, миллиарда тонн, миллиарда тонн бактериофагов, которые ежедневно, вот у нас есть союзники, ежедневно помогают нам. Каждые два дня 50% бактерий, общая популяция земной бактерий уничтожается с помощью бактериофагов. И потом возрождается. То есть идет своего рода... Вот у них идет война. Мы со своим... Бактериофаги воюют с бактериями. Но они не воюют. Ну-ка, ну... Дружески друг друга уничтожают. Поедают друг друга. Каждые два дня половину они съедают. То есть бактериофаги однозначно наши тоже помощники. И вот если выстроить, например, все бактериофаги в одну цепочку, то длина вот этой одной цепочки составит 5,10 в седьмой степени световых лет. Световых лет? Световых лет. С ума сойти. То есть ближайшая звезда к нам находится на расстоянии 4,5 световых лет. А теперь первая часть вопроса. В итоге где они живут? Живут они везде. То есть там, где мы с ними сталкиваемся, там, где мы с вами с ними сталкиваемся. В основном бактерии передаются, конечно же, респираторным способом. То есть в воздухе? Капель. Капель, капель. Капель, капель. Капель, капель. На сухой поверхности, абсолютно сухой, бактерии не выживет. А, под землёй она, например, выживет? Под землёй от влаги, от влаги, от влаги, от влаги. Хорошо, в безвоздушном пространстве в космосе, вот там, на космическом корабле где-нибудь. Они могут замереть и потом опять возникнуть. То есть это, например, в Кубе... Есть форма бактерий спора, когда она как бы закукливается. Закапсулирует, да. Вот это нам надо научиться, мне кажется, у них. Зазакукливаться. На космических перелётов как раз очень хорошо. Спорулироваться и лететь миллионы лет. В космосе они тоже живут, в безвоздушном пространстве они тоже живут. Вот мы там ещё не живём, а они живут. Они уже живут, да. И это внушает некое опасение. Где мы с ними сталкиваемся? Это мы как раз сталкиваемся с ними в бытовых условиях. Например, там известная внутрибольничная инфекция. Это большая, огромная проблема. В Соединённых Штатах это 45 миллиардов долларов ежегодных потерь. Один заболевший человек внутрибольничной инфекции стоит в страховой компании, государству, больнице 25 тысяч долларов за один случай. И в Штатах, и в Европе это сопоставимые величины. То есть от 25 до 45 миллиардов долларов ежегодно потери от внутрибольничных инфекций. Я думаю, в России соизмеримые. В России соизмеримые разберутся, не ведут свой счёт. А если перевести в рождите доллары в людей, а вот сколько... Есть какая-то статистика, сколько людей каждый год умирает? 100 тысяч человек умирает в Соединённых Штатах. Только вне больничных? 100 тысяч человек умирает. А только внутрибольничных инфекций? Внутри больничных. Внутри больничных инфекция считается инфекцией, который человек заболел в течение 48 часов после того, как он попал в больничное учреждение, пришедшим, когда он туда пришёл, совершенно здоровым. Ну, то есть он пришёл, условно, со сломанной ногой, а лёг с пневмонией. Причём, что интересно, что каждая больница, у неё свой набор внутрибольничных инфекций, которые привыкли к дезинфектантам, которые используются, привыкли к персоналу, который используется. Хорошо, тогда реклама на НТВ. В эфире программа... Мы наука. Наука и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет мы проиграем войну бактериям, и эта перспектива становится всё более вероятной. Ну, не знаю. Оксана Анатольевна, а какие есть методы борьбы сегодня с этими вот бактериями? Или мы вот на мышках всё тренируемся, тренируемся, и на этом всё остановилось? Нет, конечно. Или что-то ещё есть? Существует. А то вот это вот внебольничные инфекции... Ну, внебольничные инфекции – это действительно очень тяжёлые государственные бремя и для нашей, и для других стран. Но это можно объяснить, потому что мы пытаемся бороться, мы пытаемся выстроить какой-то баланс с теми возбудителями, которые есть. Поэтому в прошлом веке были изобретены открытые антибиотики. И с 1928 года, с открытия пенициллина, мы начинаем изобретать всё новые и новые. Или это природные, или синтетические, полусинтетические. То есть очень много сейчас синтетических аналогов. И поэтому у нас идёт как бы гонка вооружений. С бактериями. Мы не то, что с ними даже боремся. Мы выживаем, и они выживают. И, в принципе, мы просто выживаем на одной нише, получается, как мы с вами тоже видели. У нас есть иммунитет, у нас есть природные средства внутри защиты, так называемые противомикробные пептиды. Но когда организм ослаблен, этих механизмов недостаточно. И поэтому врачи как раз и курируют это направление, чтобы не допустить распространения этих инфекций. Хорошо, вот у нас есть, допустим, антибиотики. А что ещё есть? Есть внутренний иммунитет. А, не знаю, водой их можно смыть. Ну, с чем вообще? Кстати, водой можно смыть с рук бактерии? Вот это то, что в детстве говорят мыть руки. Физически, да. Всё-таки можно. Физически. Но вы же не спиртом? Нет. Спирт, ну, по-другому расходуем. А спирт сейчас тоже появились бактерии. Я читал исследования о том, что есть поликлиники, ну, и больничные учреждения, которые используют спирт, и которые не уничтожают бактерии. А, то есть они там растут? Именно от медицинского учреждения к медицинскому учреждению. Там требуется использование других совершенно дезинфектантов для того, чтобы... То есть бесполезно иногда использовать вот эти антисептики, они привыкают. Получается, и мыть бесконечно руки бесполезно? И это другой вопрос всё-таки про мытьёру. Нет, просто это вопрос резистентности. Да, это другой вопрос. Александр Юрьевич, мы вот уже неоднократно упоминали антибиотики, а можете вот по-простому вот рассказать, как они работают? Ну, антибиотиков их очень много разных, и работают они по разным механизмам. Ну, вот если мы берём, там, пенициллин, например. Пенициллин – это бета-воктанный антибиотик, который мешает бактериям строить свою клеточную стенку. И вот пенициллин мешает это делать. А устойчивость к пенициллину наиболее типичная – это когда бактерия начинает производить вещество, фермент, который разрушает способность пенициллина это делать. Подождите, ну а бактерия без этой стенки, ну и что, она просто ослабливая? Нет, она умирает в итоге. А, она всё-таки умрёт. Но она не будет делиться. А, она не будет делиться без стенки. Она же хочет поделиться, удвоиться. Сделать и разделиться. Стенка не получается? Нет, нет. А, и она убивает. А, всё, она не может построить новую. Типа она родила там, ну, славно, ребёнка, а он весь, да, да, да. А она там без стенки, в общем, не выжила. Да. Вот. И, соответственно, антибиотики могут по-разному. Вот один механизм – мешаем строить клеточную стенку. Другой механизм – бактерии пытаются синтезировать свои белки. И та фабрика по производству белков, которая есть у бактерии, она отличается от той, которая у нас. И можно подобрать такое вещество, которое бактериальную фабрику по производству белков взрывает, а наше не трогает. И вот такие есть антибиотики. Ну, получается, все антибиотики направлены на то, чтобы бактерия просто не поделилась. Нет. Можно бактерию… Можно прям убить ее. Можно убить бактерию, да. Вот там не просто так было сказано, что мы очень похожи на бактерии. И в этом большая проблема, что нужно подобрать такое вещество, чтобы оно действовало не только… Чтобы оно действовало только на бактериях. И не действовало на наши клетки, которые, в общем-то, похожи во многом. Да, антибиотику же, например, пенициллину без разницы, он, наверное, и наши клетки тоже не даст. У нас другая клетка, что есть стенка. У нас… Хорошо. У нас другая. Другая. Успокоили немножко. Успокоили, ладно. У наших клеток нету клеточной стенки, у нас есть мембрана. Да, и другая. Ну, вот эти вот белковые фабрики. Ну, да, грубо говоря, оболочка наших клеток устроена совсем по-другому. Кирпичу тебя другие, не переживай, всё. То, что нужно бактерии для выживания, нашим клеткам не нужно в данной ситуации. Но при этом всё равно, то есть некоторым антибиотикам тяжело различить нас от бактерий. Бывают антибиотики, которые оказываются токсичными в том числе и для людей, поэтому тоже нужно быть осторожными с выбором антибиотиков. Кстати, антибиотик, ведь есть же хорошие бактерии, вот они прекрасные. Половина в кишечнике у тебя хороших. У меня все хорошие, не только половину, не надо. Как антибиотик выберет, какие хорошие, какие плохие. Он же убьёт всех. Он убивает. В этом, собственно, тоже проблема антибиотиков, что антибиотики могут действовать на очень большой спектр разных бактерий, не только на плохих, но и на бактерии, которые могут быть полезны. И тут бывает такая проблема, что всякое место, всякая экологическая ниша, когда она освобождается, её могут занять. Она тоже заполняет. Да, и, грубо говоря, жили вы с нормальной кишечной микрофлорой, пролечились антибиотиками, погибли плохие бактерии, но и хорошие тоже. А потом на место вот этих хороших пришли другие плохие бактерии, но уже устойчивые к антибиотику. Вот. И вот мы поэтому и ищут, помимо антибиотиков, во-первых, поэтому очень большая проблема – это устойчивость к антибиотикам, её нужно решать. А вторая вещь – это, что нужно искать также и альтернативы к антибиотикам. Вот уже упомянутые фаги неоднократно, вирусы, которые заражают и могут убивать бактерий. Но погодите, эти же фаги убьют, видимо… Нет, фаги, в общем, отличие от фагов от бактериофаги. Бактериофаги называются полные их названия. Те самые, которые мы рассказали, мы вытянем в 10. Это вирус бактерий именно. И они могут быть… Таргетируют именно только один. Именно бактерий. Ну и тут бактерии ускользают, поскольку у бактерий есть иммунитет, приобретённый иммунитет, как и у человека, и они становятся устойчивыми. Не могут скептики ни вот они не внести их. Так же хорошо начиналось. Поэтому гонка вооружений, да, то есть это же эволюция, да, эволюция выживания наиболее приспособленных. Кто выживет? Бактерии эволюционируют. Мы с ними боремся. Чем больше мы применяем какой-то метод борьбы с ними, тем более устойчивым они к нему становятся. Какой выход? Чередовать. Попробовали один метод, бактерии к нему приучились, а у нас где-то в запасе был какой-то хитрый метод. Другой антибиотик, другой подход вроде бактериофагов или ещё что-нибудь, который мы держали как бы в запасе. Сергей Львович, ну смотрите, вы сегодня сказали, что это всё вопрос эволюции. Бактерии эволюционируют. Мы, кстати, люди не особо эволюционируем. Бактерии появляются новые, мы особо новые. Не знаю, мне кажется, у нас клетки как были, так и остались. Каждый день 50% уничтожаются, мы выяснили. В итоге, через 10 лет бактерии до чего доэволюционируются? Какие-то новые появятся? Мы знаем только то, в чём мы заинтересованы. Мы знаем часть того, что у нас на руках, и часть того, что у нас находится в кишечнике. Всё. Ну и ещё пару, от которых мы нашли эффективное средство в виде профилактических каких-то вакцин. Всё. Наше знание исключительно лимитировано, а они появляются постоянно. Но мы строим стену. И строим стену достаточно эффективно. Мы строим как физические стены, огораживая себя различными вещами. Ну вот перед вами две бутылочки поменьше, которые стоят. Это вот то, что Баловя сказал, там, мыть руки. Мы себе стерильные условия создаём, это правда. Вот это неправда. Вот на самом деле, вот это постоянное мытьё рук, использование спиртовых антисептиков. Понятно, когда это делает врач, когда он входит в палату больного, врач входит со своими бактериями на руках, а больной, у него ослаблен иммунитет, он не может противостоять. Тут, конечно, врачу надо свою флору какую-то убрать с чистыми руками. Но у нас то, что на руках, это наши перчатки, это защита от наших вирусов, потому что вирус, который попадёт на поверхности рук, соприкоснётся с бактериями, для бактерий он будет просто пищей, просто белковым субстратом, который будет поглощён. Сергей Иванович, так возвращаясь к моему самому первому вопросу, так может быть и правильно, что я детям не говорю, чтобы они руки мыли? Я считаю, что от грязи микробы дохнут. И я так считаю хорошо. Ну, кстати, подожди, подожди. У нас пока... Избыток, конечно же. Тут разумный должен подход. Если руки испачканы в земле, и много на них... Нет, ну это ладно, я сама их помою. Ну, взять, отряхнуть, помыть и всё. А когда видимых загрязнений нет, что их мыть-то? Часто мыть руки, часто себя стерилизовать, конечно, вы лишаете своего собственного иммунитета, вы лишаете своей собственной защиты. Ну, у нашего друга Павла есть универсальное средство борьбы с грязными руками и с порезами. И с бактериями. Он вспомнил старый дедовский способ, что если порезался, да и собачке полизать рану, и тут же заживёт. И тут же заживёт. Ничего, что у собачки свои бактерии. А действительно, Мария Фаридович, какие методы борьбы с бактериями появятся в ближайшие 10 лет? Или так вот и будем лизать и просто мыть руки? Я считаю, что бактериофагия это правильное направление. Там, конечно, есть свои нюансы, но тем не менее... Какие? Нюансы. Тем, что, например, бактериофаг, иногда поражая бактерию, он добавляет ей своё ДНК, РНК, и она может выжить, а может быть... Презинцепно может стать. У бактерий же есть горизонтальные мутации. А она своим соседкам передаст, тут такой бы бактериофаг ходил. Я нашла у него больное место. Бактерии прошли, если говорить о примерах, то пришёл в зоопарк, увидел слона Хобба, и ушёл с зоопарка Хобба. Но бактерии точно так же имеют возможность горизонтальных мутаций. То есть не вертикальных, а горизонтальных мутаций. И это интересная способность. Это у них нет целенаправленной какого-то действия, нет коллективного разума, который... То есть это не то, что когда она, например, делилась, она передала, там, типа, Хоббет, а она просто взяла его... Может так случиться, да, что она вот... Но на самом деле мы можем с бактериями бороться с бактериями. Бактерии могут... Одни бактерии могут вытеснять других бактерий. Они как люди воюют, так они между собой тоже воюют. Идея о том, что... Да, есть патогенные бактерии, но на самом деле очень большое количество бактерий, которые совершенно безобидны для человека. И вообще большая часть бактерий безобидны для человека, и с ними нет смысла бороться. Есть бактерии, которые очень опасны для человека, и когда человек заболевает ими, да, нам нужно применять целый арсенал. Но есть безобидные бактерии, да, они могут занимать ту экологическую нишу внутри нашего тела или на поверхности нашего тела, которые могли бы занять патогенные микроорганизмы, и вытесняют их. Хорошие бактерии не дают прийти плохим. Но вопрос про фаги, который мы обсуждали, я хотел добавить, что хотя это всё очень перспективно и очень интересно, к сожалению, на сегодняшний день одобренных фаговых препаратов, которые бы реально применялись на практике, если брать те же Соединённые Штаты Америки, где есть строгий регулятор, на сегодняшний день нет. Есть одобренные клинические исследования, которые сейчас проводятся. В Европе есть одобренные препараты, и в России были одобренные препараты. В Европе и в России. И вот, да, есть очень перспективные наработки, есть очень перспективные исследования, но всё-таки этого очень мало ещё. Это технологии будущего. Да, бактерий пока нет. Пока перспективные разработки технологий будущего. А вот если возвращаться к старым проверенным дедовским методам Ну и пенициллин, вот сколько времени должно пройти, с вашей точки зрения, чтобы он опять заработал? Вы знаете, тут, ну, я немножко, может быть, добавлю по поводу перспектив, а потом перейду к нашим пенициллинам. Поскольку я согласна, что бактериофаги, возможно, будущее, и по синегнойной палочке есть разработки отечественные, очень серьёзные, которые могут иметь в перспективе, вот при внутрибольничной инфекции, большое, я думаю, будущее за ними. Мы ведь можем ещё, вот если абстрагируется от антибактериальных препаратов, действовать не на бактерии, а на иммунитет. И в иммунитете у нас есть свои факторы защиты, противомикробные пептиды. А как научить иммунитет лучше бороться с бактериями? И можно стимулировать их или добавлять, или стимулировать их выход. И это приведёт к тому, что организм будет уже готов вот к этой какой-то атаке. Если мы заранее... То есть, подождите, такая а-ля прививка, только бактериальная прививка. А-ля неспецифическая профилактика, экстренная профилактика. Идёт в какую-то там зону, да, где есть вероятность заболеть или ложиться в больницу. Мы ему заранее подфилим... Мы ему иммунитет тренируем, если можно так сказать. Бактериальная прививка это тогда называется, да? И иммунитет сам. Не этого возбудителя. Мы же не знаем, с чем он там столкнётся. Мы просто тренируем иммунитет на что-то новое. Это там их, он, миллиарды. Вот. И иммунитет будет готов воспринимать любую атаку в штыки, даже если вот он в таком состоянии придёт в виде болеющего человека. А если там что-то хорошее, иммунитет уже... Нет, хорошее... Там есть специальные механизмы, которые мы с хорошим не боремся. Мы боремся только с плохим, то, что нас разрушает. А возвращаясь к пенициллину, а как организм лечит хорошую бактерию от плохой бактерии? Могу объяснить. У нас есть специальные... Когда бактерия плохая, она разрушает наши клетки. И выбрасываются так называемые сигналы опасности. И эти сигналы опасности через рецепторный аппарат активируют уже врождённый иммунитет. А если хорошая, она нас не разрушает. Вот эшерихиоколи, да, кишечная палочка. Может быть, там, лактобактерии и так далее, которые мы употребляем. Они нас не разрушают. Они с нами живут вместе, не нарушая нашей целостности. Если же это диэрогенная эшерихиоколи, то она приводит к разрушению наших клеток, и это провоцирует тогда иммунные механизмы. Хорошо, а возвращаясь к антибиотикам? Да, к пенициллину. Если вот мы его не будем применять сколько лет? Вдруг он опять заработает 50. Сколько его надо не принимать? Значит, здесь можно рассмотреть, какие генетические нюансы. Бактерии, они приспосабливаются. Вот меняются условия среды, меняются антибиотики, меняются ещё что-то, да, организмы. И они подстраиваются. Они параллельно приобретают какие-то новые качества. Но у них есть и другая особенность. Если им это свойство не нужно, они эту плазмиду, этот генетический носитель выкидывают. Вот так лишь, как мусор. Довольно быстро. Если мы рассматриваем, вот допустим, даже в эксперименте ставим реакцию трансформации, когда мы специально плазмиду в бактерию вот вживляем, то если мы не будем применять тот антибиотиков, против которого это плазмида, то бактерия выкидывает очень быстро. Она приспосабливается... Очень это сколько? Ну, у неё это несколько поколений. Но мы рассматриваем... За ночь, если так, вот несколько поколений бактерий... Она быстро. Быстро? Быстро. Если я ночь не попила пенициллин, то он опять начнёт действовать? Ну, тебя нет. Нет, я не согласна. Нет, это идеальные условия имеются в виду. Это экспериментальные. Лабораторные. А у каждого человека, как это будет происходить, конечно же, это менее предсказуемо. А когда речь идёт о популяции людей, которые живёт каждый в своём цикле, понятно, это ещё большее время. Поэтому, конечно же, должны проходить годы, но эти исследования же проводятся наверняка. Проводятся, да. И есть исследования, когда доказывают, что резистентность к антибиотикам, она прекращается к одним, и тогда мы их можем использовать повторно. Я понял. В общем, мы через 10 лет соберёмся в очередной раз и будем выяснять, сколько лет ещё должно пройти, что пенициллин заработал. У меня вопрос к нашим гостям, оптимистам и скептикам. Уже было сегодня сказано, что бактерий колоссальное количество. Их много, и они явно сильнее нас, но пока нас как бы... Не победили. Да, не победили. Скажем так, почти не трогают. Позволяют нам жить. Да, оставляют в покое. И даже плодится. Может быть, существует некий бактериальный разум, вот такой вот общий, который решает, что нас пока лучше не трогать, и что будет, если он решит, что уже... Всё, пора, Харе. Пора. Александр Юрьевич, да? Ну, смотрите, животное без науки, без каких-либо медицинских достижений всё существует с бактериями очень давно, сотни миллионов лет. И бактерии не приводят к вымиранию, как правило, каких-то других видов. Да, ну, можно найти наверняка примеры, но это не то, чтобы некое правило. Но цена этого всего – это то, что отдельные особи постоянно умирают. То есть эволюция, она всегда движется за счёт гибели особей той популяции, которая эволюционирует. То есть популяция выживает за счёт гибели отдельных особей. Да, и когда мы сталкиваемся с патогенными бактериями, есть один вариант, что мы будем эволюционировать. То есть часть людей умрёт, которые окажутся по каким-то причинам неспособными пережить эту инфекцию. Какие-то люди будут устойчивы к этим бактериям и, может быть, выживут за счёт каких-то генетических мутаций или ещё чего-нибудь. Может быть, очень смущает слово, да. Но это будет кровопролитно для человечества. А второй способ, чтобы не допустить смерти людей, нам нужно то, что фантаст Станислав Лем называл автоэволюцией. Это когда мы придумываем какие-то способы менять... Ну, у Лема это было дальше, там генная модификация возможной человекой. Мы придумываем способы менять своё окружение, придумывать технологические средства, которые позволяют нам развиваться, не умирая, как не требующие массового вымирания неприспособленных людей. Мы приспосабливаемся к окружающей нас реальности, включающей эти самые бактерии. Вы верите в бактериальный разум? Есть исследования, которые... Я, правда, только читал их как статьи и не очень им доверяю, но занимаются социальным поведением бактерий. Социально поведение... У них воспитывают... У них детские садики? У них, да, у них детские садики, иерархия, куда-то там ходят, в выборах участвуют. Короче, полное социальное поведение. Забавные статьи, конечно. И, ну, я не знаю, насколько им можно верить. Но что касается какого-то общего разума, ну, конечно же, общего разума никакого нет. Есть игольные ушков, которые пытаемся пролезть мы все. И мы, и они, и, в общем-то, я могу сказать, что человечество исключительно успешно пролезает. Мы явно умнее. Мы как раз показывает это то, что у нас есть социальное поведение, социальный разум, и не каждый себе придумает, а как я исчезну от бактерий. Вот я сейчас поделюсь там в уголке быстро. И усказываю... Нет. Придумываются... Я научу соседа. Придумываются перчатки, маски, вакцины. То есть придумываются средства защиты и распространяются, которые идут на всю цивилизацию на самом деле. И тем самым мы строим стену вокруг себя. Стену на сегодня, ну, и физическую тоже, когда мы ограждаемся перчатками. Стену, ну, как сказать, иммунологическую, если мы делаем вакцинацию, мы ее строим внутри себя, эту стенку. Сегодня, вот, в антибиотике шла речь. Я думаю, что пенициллина 2.0 не будет. Вот у меня такое. Или, по крайней мере, человек не должен как бы акцентироваться на пенициллине 2.0. И, так сказать, вот искать именно антибиотики. Скорее всего, мы уже должны думать о несколько других подходах. Ну, как, мы крышки когда-то там варили, пили, потом из них получали химические лекарства, потом там придумали антибиотики. Мы переходим на новые этапы. Там, мишенная терапия, химический синтез. И тут мы должны встать на другой уровень. Дефинзины, бактериофаги. Я согласен с ним, очень много производственных проблем с бактериофагами и чисто экономических проблем по бизнесу там получается очень много. Но это те биологические способы защиты, естественные, как вакцины. Они естественные. Следующим уровнем, может быть, будут и какие-то генно-инженерные подходы. Я вот, да, искренне с развитием. Спасибо большое. Давайте ненадолго прервемся. Реклама на НТВ. В эфире программа «Мы и наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Уважаемые гости, оптимисты и скептики, у меня к вам вопрос. С какой вероятностью, по вашему мнению, через 10 лет мы проиграем войну бактериям? Кто готов? Я считаю, что нет шансов, что мы проиграем войну бактериям. Не проиграем. Это не война, мы ее не выиграем, мы ее не проиграем, мы будем так же существовать, потому что в развитии, например, тех же суперкомпьютеров на сегодняшний день есть возможность генной инженерии, которая расшифрованная геном, то есть, которая становится все проще и проще, поэтому режут, добавляют, криспы, то есть, в принципе, можешь, как конструктор, делать все, что нужно. Вот это ученые наши... Мы скрестимся с бактериями. Это будет тема следующей программы. В общем, ноль. Это ученые наши... Ноль шансов, потому что, например, я читал как раз про коллективный разум, говорят наши ученые из МФТИ, чувство локтя, чувство обоняния у бактерий существует, и вот если разрушая даже, понимая, как воздействует на это чувство локтя, то есть взаимодействие, точно так же мешается развитие. То есть, в принципе, у науки перспективы, я считаю, блестящие с точки зрения... Есть внутри человека, вне человека, понятно, как бороться, поэтому я считаю, что мы не проиграем. В общем, ноль. Спасибо большое. Посторим бактерий. Александр Юрьевич, есть у вас прогноз? С какой вероятностью мы все-таки проиграем войну бактериям через действие? Ну вот что считать проигрышем в этой войне? Для меня проигрыш в этой войне – это большие потери. Вот, собственно, на это я бы акцитировал внимание. И мы видим, что проблема устойчивости бактерий к антибиотикам, она все возрастающая. Это все более и более актуальная проблема. Все больше и больше людей умирает, и по прогнозам в следующие годы будет умирать больше, чем в предыдущие. И нам нужно что-то с этим сделать. Для того, чтобы что-то с этим сделать, человечество должно консолидироваться на мировом масштабе. А это очень проблемно, потому что даже по более простым вопросам человечество не может консолидироваться. У нас, как у бактерий, нет чувства локтя. Поэтому мой прогноз будет пессимистичный. Я скажу так, что 80% вероятность того, что потери будут колоссальны. То есть мы войну проиграем. Я оставляю надежду на то, что человечество соберется, и мы таки сможем добиться инвестиций в более новые способы борьбы с опасными патогенами. Но в целом 80%. Что у вас будут большие потери. 80%. Спасибо большое. Ну, даже если... Ну, во-первых, я считаю, что войны в принципе нет никакой, да? И нет никакого противостояния даже. Есть существование на одной планете Земля. Но понятно, что любое сосуществование, оно не всегда бывает мирным. Иногда возникает, как в любой семье, возникают конфликты, там летят сковородки, бутылки с кефиром, потери, потери. Мы видим, что наша цивилизация, количество людей становится на Земле все больше и больше. То есть в относительных числах, конечно же, ну, мы в общем, я не хочу, мне неприятно это говорить, но мы даже выигрываем пока у них борьбу. Причем появляются новые методы, которые мы заимствуем от бактерий для того, чтобы выиграть эту войну. Поэтому я считаю, что, конечно, вероятность ноль. Ноль. Спасибо большое. Значит, по поводу бактерий, тут вот какое дело. Они проще организованы, и они быстрее приспосабливаются. Они быстро приспосабливаются. То есть мы умные, а они быстрые. Они очень быстрые. Нам, чтобы какую-то научную идею продвинуть, нужны годы. Им не нужно ничего, два-три поколения. Поэтому, к сожалению, они очень быстро приспособятся к любым нашим новшествам. Но при этом, я думаю, мы тоже будем бежать достаточно быстро и успеем хотя бы как-то этому противостоять. Поэтому мой прогноз, я думаю, где-то 55%, что останется приблизительно так, как есть. Мы должны очень быстро бежать, чтобы стоять на месте. В общем, 55%. Спасибо большое. Володь, ну, в принципе, прогноз положительный. 33,75%. Ну, в общем, почти 34%. Только за то, что мы проиграем войну бактериям. Ну, и действительно, пока хоть мы и кричим о том, что мы неправильно употребляем антибиотики, о том, что они перестают действовать, о том, что, ой, как страшно, у нас умирает и будет умирать по 300 миллионов человек от резистентности к бактериям. Но при этом нас становится всё больше и больше. Может, это хорошо? Ну, всё опять упирается в то, что наука может, а человечество не хочет. Политики не хотят, честно. Поэтому, перефразируя одно известное произведение, да, умное лицо – это ещё не признак ума, поэтому прививайтесь, господа, прививайтесь. Иначе вместо медицинских масок, да, мы рано или поздно перейдём к вот таким вот маскам, чего бы очень не хотелось. Да, и если бактерии нас, может быть, и не победят, и мы не проиграем в войну, то войну вирусу, кстати, можем, наверное, и проиграть. Об этом нужно будет снять новую программу, поэтому прививайтесь. Это была программа… Мы и наука. Наука и мы. Программа о том, как наука изменить, в том числе и нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»